Так, Сашка уже ушла. Мне ехать надо, а там гремит. Я же зонт ей отдала. Она говорит, бери зонт. Я говорю, куда? На велосипеде под зонтиком. Так, ну шо? Сейчас как польет. Ну мне надо, шо? Есть такое слово, надо. Девочки, что делать с лбом? Надо что-то делать с этим лбом. Понимаете? У меня всегда вот эти вот морщины, у меня всегда были вот эти вот мимические, у меня были всегда. Девочки, дождь заканчивается. Мне прическу жалко. Там, кстати, на свету, вам не видно, вот тут на свету просвечивается блондин мой. А шо? Я не могу так, как они зонтом. Знаете шо? Мне все равно, кто шо думает, зачем думает. Все, отрезываю. А шо это такое? Шо я теперь сяду сюда. Там, у меня не салфетки нифига нет. У меня все салфетки закончились. Так, девочки, решаем проблему с лбом. Че делать? Кто хочет стать спонсором ботекса? Никто? Так вот уж. Так, все, поехали. Я сегодня, когда ехала домой, я домой не хотела. Не потому что там дома плохо, да, там некоторые не хотят идти домой, потому что типа дома плохо. Не знаю, я замерзла, одела этот костюм свой. А на улице вроде солнце вышло. Наверное, на улице палец шашка, все дождя. Но все-таки же лето, не осень. Домой не хотела ехать. Насколько было классно. Люди все прятались от дождя. И сидели в барчиках. Такое впечатление, что пятница, бары были забиты. И пока я крутила педали, велосипед настолько классно ехал, потому что дорога была свободная. Было просто уматно. Было просто здорово ехать. Я прям подумала, заехала под дом, подъехала. А на голове, что это самое, извиняюсь. А на голове кофта была. И я думаю, боже, какой кайф. Думаю, еще развернуться, опять поехать куда-то. Но было жалко волосы. Думаю, да не, сейчас намучатся. Вот смотрите. Опять за волосы. Да, смотрите. Когда вот здесь не нарощено, а нарощено только внизу там. Сколько там этих прядок осталось, я не знаю. Смотрится свободно, легко и уютно в голове. Но я ничего не говорю, когда наносишься. Когда, конечно, нарощено по всей голове, тоже оно дурага-богато. Но вот так меня устраивает. Что вроде здесь свои нетронутые, голове легко. Вот эти там пердюшечки валяются. Цвет волос красивый получился. Покрасились, мыли. Ну, идите, девушка, ничего страшного, извините. Это я сестре говорю, это то же самое, знаете, пришли зубы лечить, а вам губы надули. А вы такие, блин, так а зуб болит. Ну, ничего страшного, мы же вам губы надули, вам неплохо с надутыми губами. Идите. Что? В следующий раз придете, мы вам зуб полечим. Ты не видишь, шо ли? Анжелика, Джоли. А, зачем я вышла? У меня, видно, глюкозы не хватает. Тортик какой-то хочется. Вот прям булки какой-то. И... А, и туалетная бумага, мне нужная салфетка. Так же вот стянула, прям застегла себя с кровати встать. Потому что домой пришла, я почему иногда вот так вот перекусываю где-то в кафешке? Потому что я знаю, если я поднимусь домой, я потом не сделаю дела, которые я поставила сделать себе. Поэтому лучше где-то перекусить, и все, ты знаешь, это самое. Потому что уже в таком возрасте все штаны подскочили, понимаю, понятно. В таком возрасте уже хочется поел и полежал. А надо не полежал, надо так, чтобы жирок не завязывался. Понимаете? Поэтому вот так вот приходится, перекусил, зато встал и пошел. Прямо ради вас волосы распустила, показать, какая красивая. А потом собираю их вот этой резинкой. Резинкой не перевязываю, а просто вот это его как раз обматываю, чтобы кудри держались хорошо. Мне очень нравится, как он кудрится. Я раньше ходила сюда к Даниэле. Я так поняла, что она, наверное, или переезжает, или закрывается. Да, ничего нет уже. Но я думаю, что она, наверное, просто в другом месте откроет. Ей неудобно было ездить. Она не здесь жила. А потом дочка у нее вот эта же родилась, да. Какая-то вывеска стоит. Ее вывеска снята. Что-то там какая-то фотография стоит. Жалко. Но у нее были свои клиенты. Она и волосы там цепляла. И она хорошо работала с покрасками. Такая талантливая девушка. Нет, Шурик тоже молодец. Он мне нравится. Шурик молодец. Просто что он говорит, ну, девочка, наверное, не знала. Я знала, что голову два раза мыть не надо шампунью на свеже покрашенный волос. Я не говорю, когда вы там дома моете уже там с пылью смываете все. Я слышала, что он ей сказал. Промассажирую, когда она в краске еще. Просто помассажирую, чтобы воздух там, воздухом набралось. Эта краска. Типа и маску. Ну, типа полоски, там шампунь и маска. Смотрю, я же там лежу, там отмачиваюсь уже полчаса. Марина, ты там не устала, типа, шея? Я говорю, нет. Я так еще подумала, боже, где я еще так полежу спокойно. Мне постоянно куда-то идти надо, что-то делать надо. Еще так думала, ну, что, полежу. Но цвет мне нравится. Цвет получился хороший. Он получился не красный, не розовый, а малиновый. Может быть, вам на видео не передает. Цвет получился малиновый хороший. Просто, допустим, если вам на съемку, допустим, завтра. Сегодня вы пришли делать волосы. После этого у вас там запись на маникюр, на педикюр. Вы уже не можете, нет у вас времени перекрашивать его. Что вы будете делать? Дождем, как все разбило. Да, жарковато, жарковато. Нет, в штанах нет, в кофточке. Хотя я медленно иду. Так, ладно, доченьки, маски, маски. Как эти маски надоели. Маски, маски, маски. Маски, маски, маски. Маски, 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 маски. Маски, 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 маски. Как вы меня учили, смотрите. Еще раз. Маски, маски. Она уже заправится. Так, тортик. Что мы из тортиков можем взять по помоше. здесь у меня все есть мне нужно обниматься я не вижу соли не анжелика золи облака, белоснежные лошадки облака, что вы мчитесь без оглядки но спуститесь вы, пожалуйста облака, и по свету прокатитесь мне нравится вот такой, только мне нравился раньше, когда он был в шоколаде сейчас он пропал, нет его еще есть одна разовидность, так он как в шоколаде я маме постоянно посылала по рубль 39 маме, сестре, всем остальным ты не видишь соли так, Марина, много не набирай, потому что сегодня без коляски я вот была здесь сальмоны по 2 евро со скидкой телевизоры 269 80 сантиметров 32 диагональ лептиву, смартиву фул, ходи, 1080 пип пипселя, пипселя, девочки, пипселя так, что мне уксус, 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 почистить чайник уксус а где уксус? пошли тебе уксус сняла маску, я не могу, у меня здесь то высыпало здесь то высыпало от пота вот здесь прыщик, вот здесь гнойный а вот этими ногтями еще прыщи не подавишь это вообще, здесь подбородок весь надо распаривать не, не могу в этой маске все, у меня прям все, прям вот тут начало все чесаться дождь прошел и получается испарение-то идет погода на улице теплая, не холодная купила уксус, сейчас чайничек у меня там не грязный он, нет налета просто, что долго стоял я хочу, все-таки сделаю себе капучинку подниму глюкозочку с пирожечком давно не это, видите, вот сегодня вроде поела говорю, что я на интервалке но вот хочется, не то, что хочется прям чувствую, организм уже несколько дней просит сладкого мне сестре еще пару дней назад говорила я говорю, слушай, прям вот не хватает сладкого не шоколадку, а вот именно что-то такое или с молочком, вот что-то такое хочется ой, у живота стоит аж, квадратный стол приключаемся, всем приветики я прибежала что я взяла, девочки, этот стул протираю потому что здесь же окошко получается открыто и у кошаков туда-сюда, туда-сюда эксклюзия на это окошко но сегодня видела, что сегодня он уже даже к Саше нравится ему все-таки цветы, потому что когда не было цветов он на то окошко не шел а сейчас прям на Сашином окне сидел и смотрел окно в будущее так, что брала, девчули кустетки, тулецную бумагу ой, толще сейчас все абрикосы, потому что зашло тогда абрикосы Александра туда ела, брала с собой я все подумала, почему бы и нет ага, вы у меня стоите так, что плохо видно, да? абрикосики такой вот туркик я взяла вот что-то прям захотелось наполнить вот такой вот типа шоколадный винцо сестра посоветовала и уксус слушайте, девчонки в чайник научили подписчики уксус и вода прокипятить девочки нарушили типа немножко воды и уксуса прокипятить и все он чистый, просто что он долго стоял долго им не пользовались чтоб накипит слушайте, девчонки у вас тоже так вот, да? типа вышли в подъезд к соседке зашли, пришли они уже стоят, ждут я хотела им сегодня иду купить а потом думаю, мне не будут тащить сейчас дам ай, парит теперь, парит так дождю обрадовались а теперь парит налетай девочки, хотела вас спросить сколько надо за сколько дней до сдачи крови нельзя вот пить там ни пива ни вино ну то есть вообще алкоголь сколько? 4 дня до сдачи? или недели до сдачи? у меня 14-го я сдаю кровь так, наливаем буквально его чуть-чуть надо включаем все сейчас несколько раз прокипятится все будет нормально дальше, что я взяла хлеб и рыбу хлеб интегральный, который я еда ну, от которого они поправляются вот тут красивая такая была кудряшка вот так вот шла мне держит этот волос мой волос, видишь? все, что ли? а я взяла Саша еще такой вот она любит тортик типа труфеля сладкого захотела если бы велик можно было оставлять внизу я бы не парилась я бы села на велике поехала но так как велик приходится таскать вниз, вверх здесь две минуты пройти затем велик больше тяжелее велосипед сносить туда-сюда-обратно дыня у меня еще лежит еще дыня и арбуз обыкновенные перешки чтобы она похомячит уже чайник скипятился все, что мне мне приятно пока я его накипячу завтра закраской пойду все-таки остановилась сегодня можно было сегодня но сегодня прям подустала я много сегодня набегалась и завтра пойду мне на базар надо пойти попробовать поменять платье на базар сходить вот и на обратном пути я думаю я куплю краску я куплю лиловую все-таки я остановилась на лиловой краске в том плане что не насыщенно фиолетовый а такой еле-еле такой лиловый цвет чтобы она отделяла кровать там как раз девочка вот как Анюткины глазки там девочка написала говорит Марина у вас со шторами должно хорошо смотреться я читала комментарии вот смотрите к примеру видите вот это допустим штора а вот в такой цвет покрасить ну это более насыщенный и потом кровать розовая девочка написала ну девочка девушка мы все девочки написала Марина обрежьте цветы эти цветы потом опять зацветут не зацветут я в том году обрезала на видео и все и там тоже писали пересадите в сад они рассеются семенами вы знаете сколько я тут села в саду я даже луковицами села даже луковицы не входят то есть или вы будете поливать раньше там у меня шланг был я шланг выбрасывала через окно спускалась дети маленькие были у меня там много цветов было мы спускались и это и поливали у меня там гладиолусы такие высотки у меня там красиво очень было шланг выбрасывала никто не был против что я поливала все у меня там прям вообще там красота была деле где я бабушка говорила с первого этажа она говорит марина бестолку деревья разрастутся в том году как раз деревья ну за тот год как рассказал деревья как раз подстригли света было много она как деревья вырастут и все кранты будут эти мошки мошкара какая-то слизь у меня ждать я знаю сколько лет я живу и вынести туда ромашки они не расплодятся этими семенами это во-первых во вторых эти я в том году блин разговоры с вами засыпаем и насколько тяжелая аура во-первых воздух тяжелый вообще этот неделя какая-то у меня вообще ужас и в том году я обрезала ничего не зашло как были корешки не подсохли все то есть у них сезон прошел и все можно вазу развернуть там где фиолетовый цвет и сюда поближе а которая цвили туда но все все равно туда если туда моряк ложится туда ложится он еще не сделает он все их примял них единственное что вот пусть они еще достоят уже уже досохнуть я их подкармливала там написали подкормите я их подкармливала а клипсы надо купить, потому что этими ногтями невозможно ничего делать. еще последний раз там чуть-чуть у меня что-то кажется есть, я прям капельку-капельку там даже как писюняшка такая детская, и все это убираем, уксус не пользую никогда, так что девочки пойду завтра за лиловой красочкой и все завтра вечером приедет мастер если у него там ничего не сорвется и подкрасит мне мою стенку и там я уже буду думать по поводу каких-то картин, но картины уже точно не сейчас, не в этом месяце, потому что я говорю, у меня очень насыщенные месяца пошли, прям вот эти два месяца очень насыщенно, очень темпераментно, с одной стороны это очень хорошо, да, что ты двигаешься, в любом случае там не лежишь на диване, что-то происходит тебе интересное, вот, ну очень так, очень-очень-очень-очень-очень. И что, сделаю фиолетовенькую, желтую стену я пока трогать не хочу, потому что эта стена была, ее сваливали, краску очищали, не саму стену, я имею ввиду, краску сдирали, потом закладывали цементом и по новой ложили, и поэтому она ровненько, ну как ровненько, ее не выравнивали, но она ровненько, она очень хорошо покрашена, пока желтую стену трогать не буду, она такого цвета, наверное, как светлее, чем вот эта вот губка. И то, это вот сейчас темное, мокрое. Оно у вас на видео передается, как темное, какая-то желтое, лимонное, на самом деле она такая еле-еле, ее еле-еле видно, она ненасыщенная, и в зависимости от солнца, если, не знаю, мне она нравится, пока трогать не буду, посмотрю, как будет смотреться с двумя разноцветными красками. Если она мне надоест, эта желтая стена, я ее потом перекрашу. Пока хочу оформить свою, потому что, действительно, когда снимаю видео, я смотрю, что она прям вот голая, вот прям, ну не хватает. Может быть, если бы там висели картины, мне надо было бы ее и перекрашивать, но так хочется, чтобы вот эта кровать, за которой я гонялась, как мы ее ждали, эту кровать, хочется, чтобы она чем-то выделялась, ярко, да, посмотрелась. И она как-то теряется, и все, и кровать ей не видно. А кровать-то я же, хотя мне писали, бери полуторку, тебе хватит полуторки, мне бы кровати, какой Александр, вот так бы хватило. Нет, 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 я же не понимала, что это такое. У меня никогда ее не было, я же понимала, что такое полуторная кровать. Это когда Сашу уже поставили, я такая думаю, о, ничего, так нормально. Что, я чаек или капучино? Чаек давай, чаек, давай. Чаек. Что, ты поел? Пузы и молот. Ну что, я сейчас чаечек с этим глюкозом подниму немножко. И все. Что нам надо, девочки, все, нам много надо с вами. Давайте еще раз эту воду сливаем, и потом уже... Девчонки мне на ютубе написали, это вы, вы, это с уксусом или с лимонной шкуркой. У меня, кстати, один только лимон, он остался. Я бы сюда с удовольствием был, лук насадила с этим, а там кто-то написал, мне никто-то, я знаю, кто написал, не буду говорить сейчас, им ник, но вы поймете. Говорит, ну, слава богу, хоть цветы, а не этот, а не лук. Так, лук, по-моему, у меня, разве по весне был? У меня летом всегда здесь... А, да, я тыкала лук в дерево. Да, там, где дерево, я тыкала лук шок. Зеленый классно, надо посадить будет. Вот здесь бы насадить петрушки. Нет, тут петрушки этой на один раз. Так, ладно, все. Девчонки, мальчики, мужчины, всем классной трудовой недели. Волос потеет под низом, вот так вот беру, перекручу, сначала вот так, перекручиваю. Ох, моряк, проголодался. Потом вот так. Долго у вас кудри держатся? У меня в такой погоде и держатся. И потом просто вот этой вот стукой просто так вот заделываю и все. Так, это я тоже тортик. Я пока не буду убирать, если она увидит, что есть тортик. Может, она что-то захочет. А, сегодня я у нее спрашивала. Слушай, а что ты такая... Что ты такая, я говорю, какая-то... Она, мама, не знаю. Вот у меня такой период какая-то вот такая нервная. Я, может, и влюбилась, может, тебе любовь безответная. Может, в школе проблемы, может, с подружками. Она говорит, нет. Просто, говорит, такой вот период, такое состояние. Говорит, что... Это потому, что ты меня пугаешь. Я говорю, потом мысли свои, мысли свои меняю. Что там у тебя, папа у тебя, что ты там все нашивковал. Я говорю, потом все это думаю, думаю, думаю. Так же тоже нельзя. Ну, нам последнее осталось. Ты не видишь, шоу. Кир! Где нет травм? Ее начало. Но начало, Джанни, начало. Простой, как три копейки. Надеюсь, у вас в самом-то не может. Простой, как три копейки. Мне звонила мама и сказала, если тебе надо, води возьми у Марины и на меня не смотрят. Бычок докуривает и смотрит в пол. Хотя в подъезде курить нельзя, типа. Вот. И это. Смотрит в пол, и это мама сказала, что потом тебе отдаст. Я говорю, у меня нету. У меня нету. Он говорит, как это? Я говорю, у меня нету у меня. У меня есть свои дела. Девочки, рис надо менять. Рис. У меня нету. Когда есть, они есть. У меня нету. У меня своих вот так вот. Вот так. Сейчас еще Саше завтра в банк надо идти. Это соль. Саше в банк надо завтра идти проплачивать школу. Я за них и забыла. А школу проплатит мама. Мама позвонила. А что ты врешь? Если бы маме надо было, мама бы мне позвонила. Как минимум, мама бы мне написала. Так, а что мама тебе? А что мама звонить? Пусть мама тебе пойдет на почту и вышлет. Да? Зачем маме мне звонить, чтобы я дала, чтобы мама мне потом отдала? Если мама сейчас на заработках, пусть мама тебе там 15 евро вышлет. Я разговариваю с водой. Мама сказала, мама позвонила. Мама мне фотографии каждый день. То она на море, то она с вином. Там такие красивые пейзажи. У него нормальная пенсия. Люди зарплату такую получают, такую пенсию получают. Потому что она мне вчера и звонила ночью. Диета. А не раз можно. А то мозг требует. Сейчас другой тортик отрежу. Ну, по старам, девчонки, все будет хорошо. Мальчики, мужчины. Машин хвостами. Хвостами. Ну, хвостами тоже, флажками. Редактор субтитров. Продолжение следует...